В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 февраля 2018 года, четверг, по одному из старинных 26-го день месяца, в юг и стужи, 7526-го лета, вторник. Аркона – духовный оплот Руси. Так звучит заголовок нашего сегодняшнего эфира. И сказительница Любава Живая нам об этом очень, я надеюсь, много интересного поведает. Здравия тебе, Любава! Добрый вечер! Начнем в привычном формате. Тут уже, наверное, тебе представляться не стоит, потому что много раз ты у нас была уже в эфире и много что поведала и рассказала. Я предлагаю сразу, не затягивая, не откладывая, так сказать, долгий ящик, перейти уже к докладу с твоей стороны. Потом будет музыкальная пауза. Как всегда, ты нас одарила песней. И после этого мы уже перейдем к вопросам и ответам. Пока ты будешь говорить, мы будем принимать вопросы и ответы. Сразу говорю в чате Народного славянского радио. Дальше ищите гостиную беседка чат или на канале ютуба youtube.com slash slavradio. Пожалуйста, приступай. Дорогие друзья, сегодня хочу рассказать об Арконе. Для многих это слово может быть незнакомо, для кого-то это слово очень много значит и связано с какими-то важными озарениями и воспоминаниями, может быть, из прошлых жизней или связано с той информацией, которую люди получили об этом из источников, которые сохранились до наших дней. Это, например, может быть, какие-то статьи или выдержки из древних книг, из саксонограмматика, которые до сих пор есть. Это память о славе наших предков, об их подвиге. И эту тему мы подняли именно в этом 2018 году, потому что со времён падения Арконы с 1168 года как раз в этом году исполняется 850 лет. И предки, которые погибли в этом бою за Аркону, в последнем бою, они до сих пор живут в нашей памяти, существуют в веках. И мы в честь и славе их подвига хотим поднять эту тему, чтобы напомнить людям, тем, кто знает и не знает, ведает и не ведает об этом событии, и рассказать, как оно было на самом деле, чем славилась Аркона и что она сейчас может дать людям, зачем нам нужно сохранять эту память в веках. Сначала я обогнаю план своего рассказа и немножко расскажу тем, кто не знаком вообще никак с информацией об Арконе, что это за город, когда он существовал, скажем так, как развивалась его судьба, чем он был славен. И, собственно говоря, как закончилось его существование. И потом, в общем-то, перейду к основной теме — это Аркона «Духовный маяк Руси». То есть речь у нас сегодня в эфире пойдёт больше не об исторических каких-то моментах существования Аркона, а именно о духовности, о том, чем этот град был велик и чем он значим для всего славянского мира. Благодарю за возможность проведения этой передачи для меня и моих соратников, единомышленников. Это очень важная тема. Многие, скажем так, знают, что такое Аркона, помнят о ней. И думаю, что с радостью присоединяться к нашему общению, будут задавать вопросы и комментировать как-то этот эфир. И у нас в эфире прозвучат две песни. Одна из них называется «Аркона» и другая песня о боге Святовите, который, в общем-то, является основным богом, почитаемым на Арконе, балтийскими славянами. Итак, приступим. Расскажу сначала об Арконе, о городе-храме. И расскажу, что эту информацию, в общем-то, она доступна в интернете. Если кто-то хочет ознакомиться, он может это сделать, набрав соответственный запрос в интернете. Аркона сейчас территориально расположена, точнее, сейчас не существует, но, тем не менее, то место, где она существовала, находилось в существующей ныне Германии. Это остров, так называемый Рюген. Раньше он назывался остров Руян. И также он упоминался в сказках Александра Сергеевича Пушкина как остров Руян в сказке о царе Салтане, если вы помните. И это находится в Балтийском море, на его скалах. Аркона была на самом мысе этого острова, с трёх сторон окружалась высокими скалами. И с одной стороны был создан огромный 12-метровый рукотворный вал. То есть это был такой, можно сказать, крепость, город-крепость. То есть сам остров Руян, я его буду называть Руяном, Рюген нынешний, он до сих пор сохранил в себе память о том, что когда-то в этих местах жили славяне. И Задорнов в своих передачах, выступлениях и фильмах не раз упоминал как раз именно о том, что сохранились какие-то названия городов на русский манер в тех местах. И, в общем, находились археологами находки, которые тоже говорили о том, что славяне там жили. То есть это, в общем-то, исторически достоверно утверждённый факт. Но мы сейчас не об этом, а, в общем-то, хотелось бы рассказать, как этот город представляется вот в этих летописях. На самом деле, ну вот мы говорим о частичке Руяна, именно об Арконе. На самом деле это был достаточно интересный остров, пересечение торговых путей многих стран, которые торговали друг с другом и обменивались информацией, духовными какими-то ценностями. Сама Аркона тоже была сосредоточием торговли. И туда по торговым путям притекало очень много информации о том, что происходило в мире. И вместе с торговыми кораблями приходили на Аркону и разные, скажем так, люди для обучения и общения с теми, кто там жил. Город был очень богатым, благодаря тому, что там находился храм Святовита. И Святовит был достаточно популярен среди балтийских славян, настолько популярен, что к нему о его славе и его мудрости, о его воинских заслугах знали многие славяне и приезжали для того, чтобы выяснить, научиться, как обладать такими же интересными способностями, как у него. Я потом о них позже расскажу. Аркона славилась прежде всего духовными ценностями. Без совета арконцев не начиналась ни одна битва, без их совета никто не делал очень важных решений, не принимал их, потому что было важно узнать мнение богов о той или иной ситуации. Без мнения богов действовать славяне не хотели, потому что была такая традиция на то время чтить именно замысел рода, а не самомнение людей. И поэтому наши предки, славяне, очень сильно боготворили те места, почитали их очень сильно, где можно было эту информацию получить. Вот есть вопрос в эфире, откуда пошло название Аркона. Я хочу сразу на него ответить, потому что с этого, в общем-то, и надо было начать. Конечно, трактований в различных источниках много этого имени. Просто я скажу тот, который мне пришло и который мне больше всего резонирует. То есть Ар — это перевёрнутое слово «ра», как мы знаем. А «ра» — это изначальный свет. И «кон» — это те коны Вселенной, по которым существует и развивается всё мироздание. И, соответственно, Арконы переводятся, по моему мнению, как коны изначального света, которые ведут людей к счастливой жизни. И именно на Аркону приезжали люди для того, чтобы обучиться этим конам и более того тем, как ведущие, витязи и веси арконские применяют эти коны на практике. То есть научиться именно традиции, прожитым вот этим конам и проверенным, по которым люди живут и получают там прекрасные результаты, как было видно. Поэтому, скажем так, Аркаим, вот как в вопросе звучит, тоже город. И тоже там есть вот эта частичка «ар» или «ра», как по-славянски, да, наоборот, образы читаются. И это значит, что изначальный свет. И Аркаим и Аркон — это были древние города, которые славились каждый своим. Вот мы сейчас говорим об Арконе, а в Аркаиме, может быть, тоже проведётся такая передача, потому что тоже там есть свои особенности. Но вот на Арконе именно особенности были в том, что в этом городе была духовная столица балтийских славян. И Аркона в веках, о ней память осталась, именно в том, что оттуда шла веда и вера о родных богах, о традиции, об укладе жизни, о том, как люди должны были правильно по замыслу рода развиваться. Поэтому на Арконе стремились люди обычные и те люди, которые являлись сильными воинами, главами общин, сильными ведущими для того, чтобы пройти там обучение. Фактически это была школа славянская, в которой люди могли вот эти знания получить, попрактиковать и увести себе в общины. Основой всего этого, конечно же, были коны мироздания, но не только, потому что мы уже говорили неоднократно в наших передачах и раньше, что божественная веда, она как ложка, хороша к обеду. То есть в каждый момент времени боги дают свою веду, исходя из того видения, как они представляют развитие человечества. И если мы ориентируемся только на прошлый опыт, который есть уже, то, в принципе, в этом это, конечно же, важный аспект, но и в этом нет большого развития, потому что веда идёт постоянно новая для того, чтобы это развитие было. И Аркона славилась тем, что там был канал ведания, наработанный веками, предками и поддерживаемый, передаваемый с поколения в поколение, по которому боги как раз эту веду людям давали. Самое главное и славное в Арконе было именно то, что люди стекались со всего Балтийского побережья и с удалённых городов и населённых пунктов для того, чтобы получить вот эту веду применительно именно к своим случаям, задать свои вопросы и получить какие-то подсказки, как надо действовать. Например, часто задавались вопросы о том, как предотвратить войны или как погасить конфликты или как правильно развиваться, в какую область направить больше усилий. То есть те вопросы, которые больше всего волновали концептуально по развитию. И, конечно же, второй аспект — это было то, что на Арконе очень сильное было храмовое войско. Именно благодаря этому воины Аркона могли одерживать малым числом большие победы, которые приносили им славу и, соответственно, богатый достаток изобильный. То есть часть, где-то третьей добычи доставалась Арконским воинам, Витязем, потому что каждый из них стоил сотни. И вот эта слава о боевом воинском искусстве Арконского храмового войска была настолько широка, что Витязи с разных земель стремились поучаствовать в конкурсе и быть достойными того, чтобы учиться на Арконе боевым искусством, чтобы потом защищать свою Родину. И здесь, конечно, тоже был свой такой особый аспект, что воины не только учились воинскому искусству, но и особым практикам духовным, которые помогали им побеждать. И мы будем об этом позже говорить. Это суть и слава войсков Аркона именно была в том, что воины умели держать очень сильное единство друг с другом. И сейчас, в общем-то, ни для кого не секрет, остатки этой традиции воинского боевого искусства, основанного на единстве, среди казаков достаточно широко распространено и сохранилось. Хочется ещё сказать о том, что одним из аспектов Аркона — это была торговля. И это было, с одной стороны, кажется, может быть, нам странно, но на самом деле Род Всевышний всегда говорил о том, что духовное должно быть проявлено в материальном. И если духовность высокая, то она непременно находит и отражение в материальных аспектах. Поэтому торговля присутствовала в городе. Наоборот, если вы вспомните сказку о царе Салтане, то там как раз очень хорошо этот аспект показан, что корабельщики, проезжая мимо из каких-то других стран, проходя мимо этого острова, обязательно на него заезжали, приносили какие-то вести и, соответственно, отправлялись в него в другие страны и тоже приносили вести. То есть они служили так называемым способом передачи и распространения информации, потому что именно они путешествовали по разным местам и могли вот так веду доносить до людей. И так это приветствовалось, потому что это именно и было возможностью распространения этой информации, что, в общем-то, являлось важным аспектом для арконцев, что веда от родных богов шла людям. И они вот нашли для себя такой способ. Дальше хочется сказать о главной святыне, достоянии арконы. Это, конечно же, арконский храм Бога Святовита. На острове Руяне было множество разных храмов богам, и почитали богов в этом месте достаточно сильно и широко. Но мы будем говорить именно о жемчужине острова. Это арконский храм Святовит. Святовит — балтийский бог, славян самый почитаемый и, скажем так, светлейший в победах и самый мудрейший в предсказаниях, как о нём говорили. Мы знаем Святовита, его называют иногда разными именами, но мы не будем касаться этой темы. Его имя, на самом деле, по моей виде, звучит именно как Святовит, то есть жизнь в свете. Это жизнь в постоянном свете. Это значит, что всё тёмное и внутри человека, который является проводником бога Святовита, и в его окружении высветляется, вся грязь выходит на оружие и требует, соответственно, ладования. И вот эти практики, которые мы называли, это единство, практика умения держать единство, практика ладования, практика ведания родных богов, вера — это вот те качества, которые как раз исходят от главного архонского бога. Хочется сказать о нём поподробнее, то, что знаем, поделиться, по крайней мере. Это, я думаю, поможет многим слушателям, потому что если будете искать в интернете информацию, то она настолько разрозненная и даже противоречащая друг другу, что трудно в этом разобраться, что же было там на самом деле, кто же такой Святовит. Вот про Святовита, я думаю, что надо понять несколько основных моментов. Во-первых, Святовит — это Бог, ведание и победа. То есть в нём сочетаются вот эти два аспекта. Умение ведать, проведение людям веды, и проводники, скажем так, Святовиты этим славятся, тем, что у них есть прямой канал с правью. И второе, то, что есть, — это его победы, его умение действовать стратегически, тактически, скажем так, побеждать в битвах и делать это достаточно, скажем так, эффективно, малым числом против большого количества противника, что само по себе вызывает большое уважение. И поэтому Святовит, здесь можно сказать, что ещё у него есть один очень важный аспект, о котором практически нигде в источниках не упоминается, это то, что свойственно лично ему, является его особенностью — это состояние игры. То есть умение пребывать в состоянии игры. Игра в его понимании — это достаточно сложный для понимания человека момент. Но как бы ты понимаешь, что всё, что не делается в жизни, всё делается во благо и к лучшему, исходя из высшей справедливости. И состояние игры позволяет как раз совершать вот эти вот победы, подвиги без страха, без каких-то блоков, потому что это как бы всё понарошку и несерьёзно. Ты пребываешь в состоянии игры, как будто бы это не настоящее, а просто как бы поиграл и, скажем так, перестал. И ничего тебе за это не будет. В таком состоянии у человека слетают какие-то особые блоки и стереотипы в сознании, и он может себя проводить, как бы свои душевные качества, духовные напрямую, без этих блоков. Это очень важно для людей, обрести такое состояние игры, потому что сейчас многие люди, пребывая в жизненных обстоятельствах, трудностях, которые на них давят, могут отчаиваться, переходить в состояние горя, апатии, депрессии и так далее. Вот состояние игры, оно как раз помогает этого не делать. То есть оно помогает человеку держать высокие вибрации и всегда находиться в духе, смотреть как бы сверху. И особенность Сантовита в том, что он говорит, что нет дна, на которое может человек упасть. Есть дно, от которого он может оттолкнуться и подняться выше, дальше. То есть любое поражение он воспринимает как возможность будущих побед. И вот в этом его главная особенность. И, конечно же, как и у любых других родных богов, его особо отличает состояние любви ко всему сущему. То есть даже побеждая в битвах врага, он делает это с любовью в состоянии, которое мы сейчас можем прочувствовать, как состояние казака, исходя из высшего блага. То есть я здесь немножко поясню, как можно убивать, исходя из любви. Может быть, это не всем понятно, но, тем не менее, многие из нас, особенно мужчины, сталкиваются или могут столкнуться с необходимостью защищать Родину. И тогда уже будет некогда думать о том, пацифисты там или нет, как это в себе принять, такую необходимость убивать других людей. Но то, что нужно принять, это принять как раз состояние игры и наивысшего блага для Души. То есть врага Святовид воспринимает так, как будто он даёт ему урок. И если человек делает что-то неправедное и, скажем так, нападает на другую страну или убивает кого-то не по справедливости, то если он соглашается с этим и не даёт отпор, значит, он даёт этому человеку, его Душе, скажем так, право так действовать. Это разращает Душу и опускает её. И вот здесь, исходя из наивысшего блага, праведно именно дать отпор и показать Душе, что это не гармонично. И если человек не понимает по-хорошему, то тогда приходится давать отпор достаточно серьёзный. И этим как раз Святовид славен, тем, что он учит, если не пряникам, значит, кнутом. То есть у него сначала идёт состояние любви, благости, возможность человеку дать измениться пряникам, но если он не понимает слов и по-хорошему, то, соответственно, когда приходит кнут. Что ещё можно сказать о Святовиде? Ну вот, как его любили на Арконе, можно было об этом судить по описаниям, которые остались нам с арконских времён, летописцами и историками, скажем так, то, что сохранено. Это то, что храм его был очень богатый. Очень богатый. То есть у Бранства было настолько, скажем так, по нашим меркам даже невообразимо шикарное. То есть драгоценные камни, сплавы, статуи, фархат, украшения. То есть и всё это, тем не менее, гармонично соседствовало. Вот эта высокая духовность и вот такая вот сильная, скажем так, материальная изобилие. Это то, что характеризовало саму Аркону и Арконский храм. Шёлт, бархат, драгоценные камни и в то же время высокая степень духовности. Вот это основное, скажем так, о Святовиде. Теперь хочется рассказать, что на самом деле духовная столица балтийских славян, Аркона совершила достаточно серьёзный подвиг благодаря своей вот этой виде и неимоверной силе. Во-первых, всё Балтийское побережье очень уважало и почитало арконцев, и даже не думала о том, чтобы нападать на Аркона. Но когда Европа стала быть захвачена христианским учением и пошли крестовые походы от датчан, тогда, скажем так, пришлось и Арконе понести на себе какие-то набеги. И сначала они были небольшие и быстро, легко отражались, а потом уже начали собираться несколько крестоносных походов, серьёзных, вооружённых, которые Аркона отразила. И в один из таких походов, когда король Вальдемар вместе с епископом Апсалоном собрался, объединились и собрались на Аркона, уже большим предсветычным войском, тогда Аркона не устояла и пала в 1168 году. Тем не менее, скажем так, Аркона пала не просто так, и этому есть духовные причины. И надо отметить самое главное, что она одержалась в захваченной христианством Европе 300 лет. То есть в течение вот этого времени маленький центр, остров, с Арконским храмом во главе противостоял многим набегам, многим крестовым походам, и это было единственное место, в котором сохранялась ещё в широком понимании славянская традиция, во всей её красе. То есть существовал этот духовный центр. И, естественно, это было бельмом на глазу у датчан, у христиан, и они всячески пытались сломить, вот, скажем так, для того, чтобы полностью искоренить родную веру на нашей, скажем так, земле, России. Они, конечно, действовали и подкупами, и различными, скажем так, коварными действиями, подрывали изнутри, засылали своих врагов под видом тех, кто обучается на Арконе, и выведывали секреты, где что расположено, как вообще происходит жизнь в этом городе. И таким образом, ну, так или иначе, они смогли подорвать внутри единство арконцев. Единство, которое служило их основной защитной силой, и которому не было равных. Арконцы это единство не скрывали, и не скрывали в том, что в этом именно есть их силы. И поэтому на единство на Арконе как раз и пришёлся основной удар. А то, что, конечно же, потом 30-тысячная армия боролась с Руянами. И, скажем так, это была очень большая численность против трёхтысячной армии Руян, которая в десятки раз превышала численность. Силы были неравные, но, тем не менее, подвиг был достаточно значимый, потому что эту 30-тысячную армию удерживали небольшим числом в течение целого месяца. И сначала, когда высадились на побережье датчане, 30-тысячное войско напало, и ему противостояла вот эта маленькая армия, и были разбиты основные силы в первый же день. И потом уже 200 человек, это как раз храмовое войско Свинтовита, там было 300 войсков у Свинтовита, 300 воинов Свинтовита, дважды рождённых в традиции, скажем так, и тем не менее, 100 из них погибли, вот 200 остались, сошли к Арканской крепости, защищали её. И вот именно они удерживали как раз натиск вот этого многотысячного войска. там на самом деле по историческим сводкам сошлись как бы небо и земля в этой битве, потому что противостояние было очень мощное, и датчане, очень многие погибли в этой битве из этого войска. Практически половина была уничтожена, и там даже был не один человек к сотне, а больше по соотношению сил. И в какой-то момент их сопротивление в любом случае было сломлено, подошли к Арконской крепости, и вот уже за храм Свинтовита, за Аркону, сражались как раз девять воинов, которые стояли плечом к плечу, один к одному, и вот силы единства удерживали. Много ночей бились, скажем так, с армией противника и никак не могли взять Аркону. Потом уже закидали, скажем так, бочками с зажигательной смесью, подожгли храм, и у просто Арконцев не хватило воды для того, чтобы этот пожар можно было потушить. В этой битве все погибли, скажем так, защищая, но не сдались. И вот этот подвиг остался в веках, то, что люди, скажем так, не оставили свою Родину и защищали ее до последнего. Конечно же, противники были поражены такой воинской статию, даже ошеломлены и, в общем-то, в чем-то напуганы. Но, тем не менее, они все равно захватили Аркону и с Арконского храма епископ Апсалон взял материал для того, чтобы возвести в 10 километрах церковь, которая до сих пор там стоит. Она называется, я имею в виду, на острове Рюгени, она называется Альтеркирхем. И в этой церкви есть вещи из храма Святовита, с Арконы, и даже в том числе известный всем камень Святовита, который вмурован в своды церкви, в горизонтальном положении, на него опираются это, скажем так, христианство. Ну, они там его увековечили как знак победы над полянами. Поэтому в эти места и на место Арконы и в Альтеркирхен съезжается народ, то есть там паломничество, ну, скажем так, путешественники приезжают, постоянно много народу, интересуются историей. Вот это, ну, висят стенды информационные, рассказывающие о нем о этом подвиге предков. И, скажем так, сам город Аркона, он ушёл под воду, не достался, скажем так, никому, потому что по преданию негласно говорится о том, что боги не оставили христианам свои святыни и часть острова обрушилась в море и вместе с ним ушёл и Арконский храм. Вечная слава Арконы, она не забыта в веках и подвиг предков до сих пор хранит родовая память и почитается теми людьми, которые, скажем так, находятся в этой теме. Я вот хочу немножко переключиться и рассказать о помощи богов, славянских, родных славянских богов Арконе. Я уже говорила, что основная слава была именно в канале ведания, в той божественной веде, которую боги доносили через Арконских волхвов людям. И в исторических сводках до нас дошёл, скажем так, один из приёмов получения веды. Я бы сказала, это, наверное, зрелищный приём, такой больше рассчитанный на публику, но, тем не менее, он имел место быть. При Арконе находился белый конь Святовита, через которого шло так называемое гадание. И если конь, которого выводил специально обученный жрец, ступал одной ногой, это означало, что в битву идти можно, и Бога благословляет. Если другой ногой, то от битвы лучше отказаться и, скажем так, не вступать, а постараться как-то обойти. Ну и так далее. Другие предсказания тоже имели место быть. Для этого приезжали главы других государств для того, чтобы посоветоваться. И вообще, как я уже говорила, в среде руян и балтийских славян было принято ничего не делать без того, чтобы получить благословение родных богов. Это означало то, что наши предки считали очень важным согласовать именно с родом Всевышним, чтобы действовать по его замыслу. И вот такая помощь на самом деле от родных богов — это большая честь для аркона иметь такой канал. Он был достоянием арконцем, хранился и, соответственно, почитался многими людьми. Люди приезжали с подарками, с какими-то товарами, приносили эти дары и отсюда как раз нечисленные арконские богатства, в которых идёт речь во многих исторических летописях. Ещё дар богов — это как раз дар бога Святовита, это веда о единстве, которая и легла в основу всех побед и славы арконы. Это единство внутри человека, в его триглаве духа, души, тела, объединённых сознанием. Это единство в семье, это единство в роду, в народе и, соответственно, единство с родными богами и с предками в духовном родовом древе. То есть таким образом, чтя вот это единство, храня его как величайшую драгоценность, было доступно людям одерживать, скажем так, большие победы и принимать вот эту виду от родных богов. боги на арконе действовали через людей и у Святовита тоже были свои проводники. Как известно, символ Святовиты четырёхглавы, лик. Ну, об этом мы немножко не будем говорить сейчас, может быть, попозже к этому вернёмся. Но суть была в том, что боги могли действовать через людей. Они готовили людей для этого, они их очищали, они помогали им отдавать карму и готовили их к тому, чтобы они могли пропустить через себя чистый свет родных богов без искажений, без кармы и, скажем так, чтобы боги могли действовать через них на большое количество процентов. Истинно. Жизнь на арконе, повседневная жизнь складывалась так, что уклад жизни был таким. Естественно, была духовная иерархия. Были витязи, были веси, были ведущие и веси, я имею в виду торговцы. И всё вот это духовная иерархия была в гармонии и существовала, подчиняясь одно другому. Это, скажем так, иерархичный уклад жизни, когда во главе стоит род батюшка и родные боги, а дальше по уровню значимости и влиятельности стоят ведущие, полуволхвов, и дальше идёт уже витязи, витязи делятся на две категории, это витязи, которые несут охранную и военную функцию, защищают, а есть витязи, которые проявляют себя как организаторы каких-то направлений, и, соответственно, дальше по иерархии шли веси, торговцы, и дальше уже труженики. Но, скажем так, о тружениках практически не сохранились данные на Арконе, потому что, видимо, это, ну, может быть, и были ремесленники, но это было не главное, скажем так, достояние. И суть была именно в том, что веду получал не один человек, а богов получал веду в целой колы волхвов. Это специально обученные люди, которые специально готовились с детства, обучались и имели возможности и необходимые наработки и качества, которые позволяли им как раз принимать достоверно. А веда принималась как бы ими всеми от родных богов, и она должна была на сто процентов сходиться. И если что-то не сходилось, тогда ведущие ладовали это до того момента, когда они будут с этой ведой все согласны. только после этого они ее могли дальше в мир посылать. То есть они отладовывали, приходили к единому мнению и потом уже давали людям. В этом была очень большая мудрость, и это позволяло им действовать и в тех же предсказаниях, и в тех же советах, которые они давали, и то, как они управляли арконой и руянами, именно помогали князьям управлять своими общинами, именно потому что это была выверенная, скажем так, качественная, профессионально принятая современным языком говоря, от богов веда. И, соответственно, арконские воины также с детства готовились, обучались, среди славян отбирались лучшие, из лучших, они приезжали на аркону, проходили многочисленное тестирование, ну, скажем так, конкурсы испытания, как нашим славянским языком говоря, и в этих испытаниях они уже отбирались именно те, кто имеет достаточно высокий уровень, потенциал души и те, у кого есть такое предназначение быть среди арконских воинов, витязей, храмов войск. Торговля также была построена исходя из, скажем так, высочайшей чистоты, ну, то есть это, по крайней мере, ставилось во главу, что это, естественно, никакого обмана, это, скажем так, гармоничный обмен материальными ценностями, всё должно быть качественно, то есть очень высокие стандартные качества, и в этом был залог того, что город процветал, то есть вставилась очень высокая планка, скажем так, для людей. Всё это позволяло, скажем так, идти с родными богами и постоянно поддерживать духовный уровень, и боги из года в год, из десятилетия в десятилетие, из поколения в поколение, скажем так, нарабатывали с людьми, живущими в этом месте, и всё больше и лучше канал общения, и, скажем так, традиция всё больше оттачивалась, устаканивалась, и находились способы и методики донесения обучения, донесения до людей этой веды, обучения людей, обучения глав общин. Ну то есть со временем это стало такой мощной славянской ведической школой, мощной школой славянского ведизма, которая несла в мир как источник света, как маяк, как раз духовность. Туда можно было всегда приехать и найти каждому человеку возможности для просветления и духовного роста. Туда также стремились пары для того, чтобы понять, спросить у волхов, являются ли они истинными парами, и для того, чтобы пройти там на архоне прямо обряды венчания волхвами. И это считалось очень большой честью, и кто имел такую возможность, старался обязательно хоть один раз в жизни посетить архон. То есть это была такая заветная мечта для многих славян. Также приезжали различные семинаристы для обучения, для того, чтобы перенять эту веду и нести другим людям. Были ведущие, которые обучались при коле волхвов и в Архонском храме Святовита. Там был институт жриц Святовита, которые тоже поддерживали какие-то функции определенные духовные в храме. Были ведущие, которые принимали веду, и множество разных других функций. Потом что еще можно сказать? Хочется из самого главного сказать об устройстве жизни на Арконе, что людям позволяло получать веду. Это были определенные требования к жизни. То есть люди не просто жили обыденной жизнью, они жили именно служением. То есть все их существо, все их предназначение было направлено на то, чтобы служить роду и народу своему. То есть это был необычный город, а именно город с городообразующим центром именно в духовном. И в этом была сила, в том, что на Арконе могли поселиться только те люди, которые имели в своих душах вот такое предназначение. То есть там не жили все подряд, а именно это был концентратор такой духовной жизни. Конечно же, это все в процессе, в веках, оно с наступлением темных времен менялось. То есть я сейчас говорю о какой-то идеальной картинке, иначе бы Аркона не пала. Ключ к общению с родными богами именно был, скажем так, в том, что каждый человек, каждая душа понимала, что она находится в этом месте для выполнения своего предназначения, для того, чтобы жить и сотворять с родными богами. И что замысел рода — это превыше всего. И, скажем так, не было других интересов в этой Души, может быть, каких-то материальных интересов и так далее. То есть я потом ниже скажу, какие качества были свойственны Арконцам, которые сейчас помогут тем Душам, которые тоже пришли с предназначением возродить Аркона, определиться, как им в духовном росте куда направлять свои мысли и помыслы, чтобы побыстрее прийти к выполнению своего предназначения. То есть замысел рода, желание получать веду, желание деть по этому замыслу, отсутствие самомнения, выполнение предназначения, то есть это было то, что положено было в основу жизни на Арконе. То есть тут можно вот я видела мельком в одном из вопросов говорилось о монастыре Шаолине и так далее, которых мы в фильме видели. В принципе, да, это образ монастыря, то есть это определенный город-храм, то есть он так и назывался город-храм Аркона. Конечно, там жили люди, у них были свои какие-то потребности, но в общем-то общий уровень духовности был именно в том проявлен, что это был целый город-храм. И, скажем так, в этом была основная суть. Родовой уклад жизни. То есть родовой уклад жизни подразумевал то, что человек всей своей жизнью стремится стать частью рода Всевышнего, познать его суть и вся его жизнь, в общем-то, направлена на собственное духовное развитие. Других целей нет. Естественно, другие цели, они были, скажем так, коственными, то есть кто-то проявлял это в ремесленничестве, кто-то это проявлял в торговле, кто-то это проявлял в какой-то деятельности организаторской или военной деятельности, а кто-то проявлял как учитель через ведание. Но, тем не менее, скажем так, основная суть это было нести свет рода Всевышнего, коны прави, ну то есть вот эти аркона, коны прави изначального света людям, так или иначе, через разные аспекты. И, соответственно, вот, ну можно проще сказать, что я уже писала в своей книге «Звезда Ковчега» о том, что есть такой образ, что Бог, ну род батюшка, это высокогорное озеро, которому есть множество путей, и все эти пути идут через скалы так или иначе, в горы, и каждый человек может выбрать свой путь, кто-то может пойти, скажем так, с серпантином, кто-то может пойти на пролом, кто-то может через заросли, кто-то может, скажем так, вырубая по ходу деревья, да, пробиваться к роду, но славянский золотой, так называемый, путь духовного восхождения, который как раз несли арконцы людям, он был именно с родными богами, то есть проще суть выражалась так, что мы боги лучше всех знаем, как провести людей к роду, и поэтому мы боги ведем людей в их жизни самым кратчайшим путем. Не сказать, что этот путь всегда самый легкий и самый, скажем так, безоблачный, а, конечно, нет, то есть это путь непростой, как боги ведут, но тем не менее, что единственное его характеризует, это в том, что он самый быстрый, и таким путем можно человеку в общем-то за жизнь дойти до единства с родом и, скажем так, положить этот путь и эту традицию для своего рода. В этом как раз суть родового уклада, то есть что каждый человек может пройти свой путь значительно быстрее и соединиться с родом Всевышним, идя вот этим путем духовного восхождения. Есть, скажем так, моменты, которые вот хочется донести до наших слушателей, связанные с кармой и её преодолением. То есть многие из нас в духовном не первый день и понимают, что существует карма прошлых жизней. Карма складывается из неправильных поступков и неверных выборов, которые так или иначе Душа делает ну или в моменты какие-то негармоничные состояния или просто когда ошибается или когда не ведает, что творит. И, соответственно, так или иначе человек и человечество в целом нарабатывают карму. И многие из нас, вращаясь в этой карме, настолько, скажем так, устали от неё, настолько опустились и провалились с ней, что даже не понимают, что события, которые происходят постоянно в жизни, они просто повторяются и не дают возможности выйти из этих событий, потому что нельзя посмотреть на них сверху, как-то их сопоставить и делать верные выводы, как же нужно всё-таки в них поступать. То есть карма — это колесо, в котором человек крутится, не находя из неё выхода. И многие люди, которые занимаются кармой, духовные люди, они, ведущие, знающие, они понимают, что без просмотра прошлых жизней очень трудно найти вот эти вот истоки, почему человек или группа людей или целые народы поступают и делают выборы так или иначе. И со стороны кажется, что эти выборы глупые, ну, и зачем человек делает, непонятно, но тем не менее он, несмотря на то, какой бы он сам умный и ведущий не был, он всё равно в это попадает. А почему попадает? Потому что карма и он не может по-другому. И вот есть возможности для разрешения этой кармы, если увидеть истоки её, погрузиться в прошлые жизни и понять, на самом деле, что эта карма несёт, то есть, что за ней стоит. И тогда, сделав практику переписывания, скажем так, прошлого, исправив все свои ошибки и поступки в прошлом, вынеся оттуда плоды, а плоды это являются как раз те качества, которые человек должен был проявить в те моменты и почему он их не проявил. А когда вот он это осознаёт, познаёт, то он имеет возможность увидеть здесь, в этой жизни, в которой мы живём сейчас, те же самые повторяющиеся события и знать в них, как поступить, то есть находить вот эти выходы. И, в принципе, вот это вот путешествие по хроникам богини Ясуни, по прошлым жизням без славянских богов, скажем так, чисто и достоверно сделать практически, на мой взгляд, невозможно. То есть в этом очень сильно как раз помогают родные боги, дают вообще, открывают такую возможность через своих духовных проводников или, если человек ведущий, ему напрямую. То есть, скажем так, преодолевать карму и находить пути выходов. Это значит помогать себе и своей душе выйти на светлую сторону, на пути творения и выполнения своего предназначения. То есть в этом, соответственно, и является как раз смысл жизни. Многие задают вопрос, почему мы выбираем сложный путь. Есть путь простой, есть путь сложный. А простым путём идут, скажем так, как чаще всего какие-то эгрегоры, да, проторенные дорожкой к роду Всевышнему, и то там встречается много разных испытаний на этом пути, и в том числе на духовное видение и так далее. И тем не менее, скажем так, мы выбираем сложный путь с родными богами, но самый быстрый. Почему? То есть в чём разница? Да, как бы славяне никогда не искали лёгких путей, потому что они понимали, что, ну, получали веду от родных богов именно в том, что чем сложнее у человека путь, тем у него больше возможностей для самосовершенствования. Ну, даже мы знаем такие пословицы, мы не ищем лёгких путей, а мы, скажем так, что не убивает, то закаляет и так далее. Ну, то есть человек трётся вот в этих испытаниях, нарабатывает свою духовную силу и без этого, собственно говоря, он не растёт. Поэтому, скажем так, этот путь непростой и такой трудный. И он ведёт напрямую как раз к роду. Замысел рода Всевышнего и воплощения на земле для славян в принципе всегда был в приоритете. И я уже говорила, что возможно жить по замыслу рода и возможность жить по самомнению сейчас для многих вызывает большой вопрос и желание, хочется этого или нет. Вот я призываю, допустим, сейчас тех, кто слушает эту передачу, обратиться внутрь себя и спросить, готовы ли вы поступать по замыслу рода или не готовы. Но я думаю, что первым приближением каждый человек ответит, конечно же, готов. я сувенин, как я не готов, конечно, я хочу воплощать замысел рода. Но мы ведём духовным путём людей и видим, что на самом деле выполнять замысел рода не так уж и просто. Дело в том, что как бы часто тот уровень сознания, который есть у нас, он с божественным совершенно не совпадает. И то, что по замыслу рода нужно делать, человек, в принципе, исходя из своих стереотипов поведения, из воспитания и так далее, он это не принимает, как правило, потому что это трудно. Ну, трудно выполнять замысел рода. И есть ещё бытует такое мнение, на мой взгляд, ошибочное, я не буду на этом настаивать, но это мой духовный опыт, что всё, что легко, оно является самым истинным. То есть, если ты идёшь по пути и тебе всё даётся, значит, ты идёшь правильно. А если ты идёшь и тебе там сыпятся какие-то препятствия на твоём пути, значит, так идти не надо. Но вот это как раз-то на самом деле в этом большая крица. То есть, идти, ну, в этом даже нет духовного смысла никакого, идти туда, где тебе нет никакого сопротивления. Это явный и увод. Ну, просто очевидный. Потому что, как в известном анекдоте, перед адом всегда дискотека, а перед драем, извините, скажем так, трудовые работы. Вот. То есть, чтобы наработать какие-то качества, это в любом случае преодоление. И мы знаем там много примеров, когда люди там чего-то хотели добиться, и вот они там, например, там обошли 300 мест, там пытались устроиться на работу, но их никак не брали. И вот в 301 месте, когда уже они практически были готовы отчаяться, их брали, и как бы всё складывалось. То есть, в принципе, от нас Род Всевышний ждёт вот этого трудного пути преодоления как раз. И это мы учили на Арконе. То есть, как прожить свою жизнь, исходя из замысла Рода. И чем больше, ну, вот в среде, скажем так, в духовном в духовной среде считается, что чем больше род батюшка любит человека, тем больше трудностей и испытаний он ему посылает. И самые большие подарки от родных богов, как родные боги нам говорят, это испытания, которые они могут для нас сотворить, для того, чтобы мы могли в них вырасти и поднять. То есть, любовь родных богов к людям проявляется не так, как люди того ждут. И люди ждут от родных богов именно того, чтобы они помогали им проходить их испытания. Ну, скажем так, сейчас это я уже из своего сознания сказала. Вот мы только сегодня обсуждали, что для чего приходит человек в церковь. Он приходит помолиться Богу для того, чтобы тот убрал испытания. Ну, как бы убрал из его жизни неприятности. И забывает о том, что эти неприятности, скажем так, эти испытания даны ему же Богом для того, чтобы он вырос. И как бы правильное осознание в этом — это именно понимать, что Бог тебе сотворяет испытания. И суть в том, что вместе с Богом ты их и проходишь. Он тебе помогает из них и выйти. И не так страшно войти в карму, как, скажем так, остаться в ней без богов. То есть в этой карме самое главное удержаться именно в сознании единства с родными богами. И вот это единство поможет тебе из неё гармонично вырасти, выйти и вырасти. То есть в этом суть. На самом деле, что Аркона как раз была местом, где учили людей, как жить правильно, но, скажем так, не просто, а именно духовно. То есть не как проще, а как духовнее. И лёгкие пути никогда не считались для человека благостными. Ну вот хочется сказать о сути духовного пути, что, скажем так, являлось, какие, да, аспекты являлись самыми главными. Я уже говорила вскользь, теперь остановлюсь на каждом из них по отдельности. То есть первое — это умение держать единство. Единство, оно, это самое главное ключевое качество, которое мы познаём в роде Всевышнем. Род един, многопроявлен. Он проявляет различными ликами своими родными богами. И, ну, каждый из нас понимает, что роду Всевышнему противостоять родным богам, ну, как бы по-настоящему, по-серьёзному, да, не в игре, не имеет никакого смысла. То есть он может это делать, как, например, противостоять противостояние родных богов, как Белобога и Чернобога. Но, опять же, это всё только для развития. А, в общем-то, в роде всё единое, и все с ним согласны, с его замыслом, «Все родные боги». Вот. Единство такое качество, я говорила в одной из передач, в которой кажется, что держать легко, но на практике, на опыте это, скажем так, совсем не легко. Это очень трудная и высокоуровневая задача. Потому что легко держать единство до тех пор, пока ты с человеком не соприкасаешься слишком близко. то есть если на расстоянии, допустим, дружить, достаточно просто, а вот когда дружба начинает переходить в разряд такой очень плотный, тесный, это как две шестерёнки, они внедряются друг в друга, чтобы образовать единый механизм и начинают друг от друга тереться. И если на этих шестерёнках, ну, они, допустим, носят там какие-то признаки, ну, не знаю, старости, заржавели, там какая-то нагар на них появилась, да, накипь, то они начинают во время вот этого процесса трения друг об друга испытывать достаточно серьёзный дискомфорт. И вот это глубокое взаимопроникновение, чем оно глубже, тем больше силы единства и тем больше возможностей у таких людей, но тем это становится труднее и невыносимее для человека без ладования. То есть, поэтому, скажем так, единство не всем достижимо. Оно может быть достижимо до какого-то уровня, но потом дальше начинаются какие-то процессы, которые нужно уметь преодолевать. И как раз вот этому единству и учили славянские арконские волхвы членов общин, которые приезжали к ним, чтобы, ну, как бы желанием образовать сильные общины, создать устойчивые вещи, в котором есть лад и согласие. И вот это передавалось и вот этим, этой части общества и также воинам, которые могли одерживать победы, только будучи уверенным в том, что они стоят спиной друг к другу, спина к спине, и предателей среди них нет, они могут доверять друг другу и действовать как одно целое, выполнять единую функцию как одного организма. Потом аркона несла в себе, как я уже говорила, дар ведания, дар ведания, который передавался только самым достойным людям, и это был на самом деле дар, это то, что боги давали людям взамен, ну, скажем так, не взамен даже, а для того, чтобы они могли качественно выполнять своё предназначение. и, соответственно, суть была в том, что, вот, что касается веды, я могу привести несколько примеров, допустим, если на аркону хотели напасть, то ведущие знали об этом заранее, потому что боги родные им об этом сказали, боги видят всё, и суть арконских воинов, их учение говорило о том, что их божественный штаб находится в праве, а волклы являются связующим звеном между ними и богами. И если готовилось такое наступление, то арконцы узнавали об этом первыми. А дальше, скажем так, суть, опять же, воинского учения была в том, что самая лучшая война — это неразвязанная война. И это не говорило о том, что люди были трусы и не хотели вступать в войны, просто считали, что кровопролитие — это самая последняя мера, это когда люди уже не смогли договориться нормальным языком. И первая, конечно, практика и традиция была ладование. То есть получив такую информацию, что на ней готовится поход и так далее, самым главным было отладовать себя по этому вопросу, понять, почему нападают и так далее, и так далее, какие духовные причины, что вызвало, скажем так, вот эту внутреннюю агрессию, которая, скажем так, вылилась в дальнейшем, может вылиться в кровопролитие. И, скажем так, сначала шло ладование, а потом уже шёл ответ. Если нападали внезапно, ну, я уже говорила, что такого быть в принципе не могло, то, скажем так, может быть, какие-то более поздние времена. Но мне сейчас идёт, что такого, в принципе, быть не могло, даже не будем рассматривать этот момент. То есть суть была в том, что знали витязи заранее и ладовались. И отладавав себя, могли уже действовать. Ну, у нас в жизни было множество примеров, как это работает. И надо было что-то сделать, да, И были какие-то люди, которые, ну, как бы не желали этого и противодействовать. И вот как бы оставалось либо, ну, как бы сделать выбор, либо ты идёшь на конфликт и делаешь это, потому что тебе в любом случае необходимо это реализовать, либо ты это ладуешь. И когда вот это ладовалось внутри, то потом оказывалось так, что люди пересматривали своё мнение даже без, скажем так, прямого общения по этому вопросу. То есть просто у людей что-то меняется внутри, и они начинают относиться по-другому в результате вот этого ладования. И поэтому я могу сделать выводы, что, возможно, какие-то походы и военные, скажем так, вылазки, они как-то раскасывались или не сладывались, если удавалось найти и устранить вот эти причины внутренних конфликтов и, может быть, сделать какие-то миротворческие шаги навстречу. Вот, скажем так, это тоже один из аспектов. Потом одним из аспектов очень важных это то, что Аркона несла традицию веры, веры родным богам. Я здесь приведу, может быть, неочевидный такой, скажем так, аспект веры. Дело в том, что вера расшифровывается как совокупность двух образов. Это веданьера, опять же, изначального света. То есть вера, она же и веда. И тут хочется показать, ну, как бы, каждый сам понимает это слово, по-своему этот образ. Тем не менее, я хочу показать одну из граней, что такое вера. А вера — это умение действовать в жизни, ведая родных богов. То есть ситуации не всегда идут таким образом, что можно заранее просмотреть. Иногда бывают испытания, но у духовных людей, идущих духовным путём, эти испытания практически не кончаются. И когда мы идём, движемся в своём пути, иногда нам приходится оперативно принимать решение, как же действовать. И, соответственно, в этом мы должны найти самые лучшие возможности для себя и быстро оценить, скажем так, что есть в нашем поле, в нашем арсенале, на тонком плане, в пространстве вариантов. То есть, как мы можем это воплотить самым гармоничным образом и найти самый лучший выход. И здесь очень важно в этот момент обратиться к родным богам. То есть, тут проявляется вера в том, что боги ведут, и если они заготовили какие-то испытания, значит, они заготовили и выходы. Самые лучшие из них, надо их только найти. Человека, в принципе, найти сам без богов практически не может. Это так. Ну, можно с этим спорить, но это наш духовный опыт. Он может найти эти решения только с родными богами. Но вот эти самые лучшие, самые гармоничные для него, те, которые ведут к наивысшему благу, исходя из замысла рода. И тогда соединяясь в этот момент с родными богами, в чём аспект здесь, то, что трудно в этот момент соединиться с родными богами, потому что ты начинаешь быть с ними не согласен, с жизнью проваливаться, как бы, ты не согласен, например, что кто-то умер из своих родственников, да, или там, ты начинаешь роптать в этот момент богам и говорить, как же так, вот я в тебя верила, а ты мне, значит, подсунул ситуацию. Так вот, в этот момент, когда хочется именно так подумать, надо соединиться с родными богами, принять, что всё, что не делается, всё к лучшему, и это тоже как бы закономерно обосновано, и, соответственно, найти в этих испытаниях самый лучший выход. Это вот то, что, скажем так, можно сказать о вере. И хочу сказать немного о представлении славян о духовном развитии, то есть об основных качествах, которые нужно наработать для того, чтобы стать ведрусом. Но архонцы тоже в том числе несли ведрусскую традицию в себе, то есть это продолжение как бы более поздней ведрусской традиции. Во-первых, конечно же, это чистота. Чистота духовная, ну, телесная, понятно, чистота духовная имеется в виду. В том, что человек стремится быть чистым, очиститься от своей кармы, от неправильных поступков, от прошлых жизней, от неправильных поступков прошлых жизней, от негатива, от обид, ну и так далее. То есть от каких-то вещей, которые являются, скажем так, пятнами на писанке души и через которые свет рода не может проходить напрямую, как он есть. я вот в книге «Живая вера веда», «Традиция ведрусов» приводила такой образ, картинку, постараюсь его обрисовать. А в середине, ну, как бы мы видим лампочку перед собой, в середине лампочки есть петиль, ну, вот та спираль, через которую идёт свет. А вот эта лампа сама, это как бы то, что является концентратором вот этого света, это наша душа. И дальше можно сказать, что, допустим, эта лампа находится в светильнике, в каком-то абажуре. Абажур — это наша жизнь. И вот этот вот фитиль, свет рода, который мы зажигаем, ну, как бы вставляя в розетку, да, соединяясь с родом там через разные обряды, через молитвенные практики, через голословые, она начинает работать и светить в разные стороны на нашу лампочку души. И если на лампочке души есть какие-то, на нашей писанке есть какие-то пятна, загрязнения, или обиды, или кармы, или там негатив, или ещё что-то, то есть какие-то детские там валячки непроработанные, то всё это, этот свет очень сильный от рода Всевышнего, он начинает эту грязь на жизнь, ну, как бы на абажур выталкивать. И мы видим пятна в нашей жизни, какие-то негармоничные события. И вот до тех пор, пока наша душа не очистится, свет рода будет выталкивать эту грязь на поверхность. Вот это самое важное, то, что было в представлении арконцев, славян, ведрусов, что те явления, которые происходят в окружающем мире, они являются тем, что есть внутри нас. То есть нас даже, скажем так, если идут какие-то внешние воздействия, они цепляются в любом случае за то, что есть у нас внутри. И как бы любое воздействие внешнее или нападки, или там, ну, не буду говорить, да, разные воздействия, они заставляют нас только об одном задуматься, что в нас не так, что мы можем улучшить. И здесь как бы идёт вопрос только в том, что можем мы сразу всё исправить или не можем. Конечно, нет. И мы постепенно, как бы духовный рост, как раз он состоит в том, что мы постепенно, постепенно, постепенно работаем над этим и улучшаем. Это вот, что говорится, что можно сказать о чистоте. Дальше одно из основных качеств — это приоритет духовного надматериала, так называемый достаточный минимализм. Это, в общем-то, понятно, как бы оно исходит из того, что природа Вселенной, она изначально духовна, а материя — это лишь проявление духовного. Ну, как бы, я думаю, что вряд ли кто-то будет с этим спорить, поэтому, скажем так, культивируется во всём, начиная от теории, заканчивая практикой, именно приоритет духовного в жизни. И все свои выборы, которые мы делаем, вот исходя из испытания, что важнее, духовное или материальное, мы, соответственно, делаем духовное важнее. Но я думаю, что тут понятно, как бы долго рассказывать не буду. Следующее — это служение. То есть славянскому народу, в принципе, как одному из ведущих народов, гармоничным является какую-то свою часть жизни посвящать служению роду и родным богам, ну и, соответственно, своему народу, в котором род проявлен в своей родине. То есть эти все слова, как мы услышали, они есть в… ну это слово «род» есть во всех этих словах. Поэтому, скажем так, необходимость уделять время в разных варнах, разное по процентам из своей жизни для служения роду является обязательным для каждого ведруса. То есть это могут быть какие-то периоды жизни, это может быть служение в каждом дне. То есть какая-то часть дня посвящается именно духовному, выполнению своего предназначения. И, соответственно, как бы со служением тут сразу идёт выполнение предназначения. В чём разница? То есть выполнять предназначение можно, ну как бы, косвенно служа роду. То есть если есть, например, предназначение изготавливать какие-то вещи, быть ремесленником, то человек понимает, что, занимаясь этим ремеслом, он и, скажем так, служит роду. А есть служение в самом прямом понимании этого слова, когда человек не может заниматься каким-то другим делом, кроме как служить. Но здесь пример можно привести, например, защитников Отечества. То есть они вынуждены, скажем так, посвящать свою жизнь, или там, часть жизни именно служению Родине. И это является их единственным делом, и, скажем так, государство им, их за это содержит, даёт им какие-то блага и так далее. Потому что они себя слегком отдают и полностью этому рискуют жизнью и, скажем так, защищают свой народ. То же самое с ведущими. У ведущих, которые выбрали путь ведунства, жречества, волховства, у них тоже вся жизнь, скажем так, направляется именно по замыслу рода. То есть ты уже не сам определяешь то, что тебе нужно делать, а ты спрашиваешь у богов, как они хотят выстроить твою жизнь. И здесь очень важно пройти как раз вот этот момент между усмирением и гордыней. То есть человеку, он в любом случае хочет чего-то сам достичь, хочет чего-то добиться. На пути духовности у него появляются разные возможности и искушения для того, чтобы свернуть не туда, потому что нарабатывает достаточно высокий духовный уровень, и хочется как бы реализовать какие-то свои давние мечты. Но, скажем так, у богов другой замысел. И здесь очень важно как раз проявить вот это качество, смирить гордыню, иначе она не даст пройти дальше. Потому что гордыня — это такая, скажем так, надстройка, над душой, такая оболочка, которая создает мнимую защиту и которая не даёт возможности людям быть с богами, с родом батюшкой. Она отгораживает от рода родных богов. И во многих учениях как бы об этом говорится, особенно в буддизме, что мы, скажем так, с гордыней не пройдём к роду Всевышнему, к Богу и высшей миры. Тут важно понять, где ты, а где, скажем так, не ты, то есть гордыня, эго человека. И со временем боги дают испытания, которые позволяют это увидеть и потихонечку как бы это у себя убрать, ну там, какой-то процент, довести до минимального процента. Дальше необходимое качество, которое есть, необходимо нарабатывать на духовном пути, это дальновидность. Дальновидность — это, скажем так, способность видеть будущее, пространство вариантов. Это то, что нарабатывается, как бы, особенно это хорошо нарабатывается, когда раскрыт дар ведания, это умение видеть знаки Вселенной, подсказки, это умение читать, ну скажем так, то, что хотят сказать тебе родные боги через других людей, умение читать ситуации происходящие, анализировать их, понимать, к чему они. Ну то есть достаточно высокая дальновидность помогает не влипать в карму, не попадать в какие-то, скажем так, события, которые потом обернуться могут негармоничными поведениями, в смысле негармоничными явлениями жизненными и опустить и провалить. То есть это вот дальновидность. Дальше устойчивость. Необходимо наработать устойчивость к различным видам воздействия и устойчивость в том числе к искушениям, а устойчивость к соблазнам. Это нарабатывается, скажем так, самым простым способом, с помощью прохождения испытаний и, скажем так, выбора в этих испытаниях не проваливаться, а держать высокую планку. То есть таким образом устойчивость растёт, но сама по себе, то есть естественным образом. Опять же, первичность истины. Здесь тоже очень важно, когда человек начинает получать веду, опять же, примешивается вот этот элемент самомнения. И если человек внутри себя не устаканит вот это качество полностью, первичность истины, желание познать истину, а не свою собственную правоту доказать, он, в принципе, к истине никогда не придёт. Это будет ему даваться достаточно трудно. То есть когда задаёшь вопрос богам, особенно ты задаёшь этот вопрос о себе, например, родным богам, то очень трудно не перемешивать самомнение, потому что есть какие-то у души слабости и так далее, и не всегда хочется принимать ситуацию так, как она есть. Хочется себя обелить, а другого очернить, хочется, скажем так, выставить себя в более выгодном свете, чем других, свалить свою вину на кого-то и так далее. И вот в этих моментах очень важно наработать качество, умение принимать именно истину, ведать, что когда ты к этому стремишься, это всё равно в любом случае, как бы это ни казалось, никак бы не высвечивалось какими трудностями и страхами, всё равно это будет к лучшему. То есть умение принять истину, оно очень сильно помогает в жизни и развивает. А дальше как бы для мужчин и в общем-то женщин такое необходимое мужское качество это мужество. Мужество и, может быть, скажем так, непобедимость. Эти два качества в женском аспекте это умение быть стойкими в воспитаниях. не сдаваться. Кто не сдался, тот не побеждён, как говорит Святовид. И поэтому вот эти основные моменты, которые нужно, скажем так, понимать и в себе нарабатывать. Мужество и непобедимость. Непобедимость идёт опять же от чистоты, от желания познать истину. Но как бы эти качества все связаны. От усмирения гордыни. То есть тут сейчас попробую объяснить. То есть ты не смиряешься с победой, с поражением, не смиряешься с поражением, а ты готов к победе. Но тем не менее я готов из-за своей чистоты признать свою неправоту. И в то же время, скажем так, у тебя есть беда о том, как по замыслу рода. И если ты даже не привязан к победе, но по замыслу рода род хочет, чтобы победила та или иная сторона, исходя из высшей справедливости, то ты будешь бороться за эту победу, несмотря ни на что. То есть это вот как раз непобедимость. Усмирение плоти тоже очень важный момент, потому что, скажем так, сейчас особо ну как бы за это больше всего раскрутили от духовности к материализму человечества. То есть слишком сильно развили вот эти различные блага цивилизации, которые начали уводить человека от истинной духовной сути вещей. И в разных традициях как бы есть этот момент, аскез усмирения плоти. В педрусской традиции это звучит как стремление к достаточному минимализму. То есть человек не должен жить в нищете и, скажем так, ходить в обносках и обмотках, но тем не менее он должен найти ту границу, ту меру, скажем так, которая позволяет ему жить достойно, но без излишеств. Вот это если коротко об осмирении. Дальше одно из основных качеств это любовь к роду и к родным богам, проявленная любовь. И эта любовь проявляется, конечно же, такими качествами, как служение, выполнение предназначения, потому что роду больше нету блага как бы лучшего, чем человек, который выполняет своё предназначение, растёт таким образом духовно, естественным образом, совершенствует себя и улучшает жизнь окружающих. То есть род может действовать через таких людей. В этом как раз проявляется любовь и единство. И я общалась с многими людьми по вопросу любви к роду. Почему трудно почувствовать её? Потому что он очень высоко. он очень высоко, он непостижим, недосягаем для нас. Тем не менее, у него есть личность и личность рода достаточно, скажем так, с какого-то уровня ощутима и с ней можно общаться и постигать его суть, которая, конечно, к тебе поворачивается одним из ликов. То есть это может быть лик отца, ну то есть либо лик мужа, либо лик брата. Ну вот мы даже шутили недавно в разговоре, обсуждали, что интересно, как почувствовать себя по отношению к роду, например, бабушку. То есть в таком аспекте это вообще что-то непостижимое, выходящее вообще за рамки понимания, что ты являешься отцом или там прадедом и так далее рода Всевышнего. То есть в принципе это очень большая широта сознания, которую даже трудно себе представить. Поэтому род непостижим, непонятен, а человек склонен к тому, что он если не понимает, то не может искренне полюбить. Потому что непонимание, это мы знаем, да, мы общались на эту тему и я статью писала об обидах. То есть непонимание вызывает обиды, обиды вызывают гордыню, гордыня от нас отталкивает от родных богов, окружает нас как бы некой оболочкой, которая не даёт возможности держать единство. Нет единства, нет и любви. То есть всё закономерно. И поэтому, скажем так, принятие, понимание сути как раз открывает вот эту возможность, ключик даёт полюбить искренне родных богов. И как бы одним из качеств как раз ведруского мировоззрения, которое нужно наработать, это осознание того, что род наголит. То есть принять то, что в божественной праве существует множество родных богов. не только один бог, как во многих традициях и религиях, а именно множество. И вот это множество как раз оно и создано для того, чтобы постигнуть разные грани рода Всевышнего. Перун там воин, сила рода, живо, свет рода, ясун, веда рода и так далее. То есть лиля, любовь рода, ну и вот разные вот эти вот моменты, лики, которые более понятны человеку. Постигая каждую из этих грани за много жизней, человек в итоге развивается его душа и может принять того, кто уравновесил себе вот эти все энергии рода Всевышнего. Вот это что касается любви, которую нужно в каждом не развивать. Но осталось немного. Хочу еще сказать о важных качествах как защиты. Такое качество, которое нужно наработать, это умение защищать себя и других. Это тоже очень многомерное, скажем так, качество, которое начинается от защиты собственного сознания, от спама, от неправильной информации, до, если сравнивать, допустим, с едой, то есть мы не едим непотребную пищу, но информацию часто непотребную в себя допускаем. И, соответственно, вот это защита сознания — это аспект не допускать в себя непотребной информации, не смотреть все подряд, не читать все подряд, быть избирательными в этом плане, как и в еде. И то же самое, скажем так, можно сказать, что защита может быть кого-то, защита своей Родины, защита Отечества, защита людей, семьи своей, своего дела и так далее. То есть защита являлась одним из важных аспектов, особенно у ведущих и воинов, потому что воинов понятно, вы видите, здесь охранная функция, защита своей общины, защита сознания людей, когда они принимают веду, это у волхвов, защита колы волхвов. Дальше одно из качеств, мы уже говорили о карме, и это качество связано с этим, это непокорность року. То есть непокорность року, в том числе включая ладование, работая в себе умение, способность ладоваться. А непокорность року, это есть какие-то события в жизни, которые в карме предначертаны. И человек, как правило, исходя из опыта личного, духовного, из практики и из того, что Боги родные говорят, мы понимаем, что человек чаще всего склонен к тому, чтобы идти по карме. И Боги и предки считают важным наработать качество именно непокорность вот этому року, не соглашаться с этим, а бороться. И тогда человек выходит на какие-то очень большие возможности развития, потому что вся карма, которая создана, как говорят предки, она создана для того, чтобы человек вырос, а не для того, чтобы он на ней сломался. И, соответственно, если человек выбирает не покоряться этой карме, то он может с ней справиться. То есть здесь уже работает качество непобедимости. Важно наработать в себе осознание конов прави. То есть знать арконов, опять же, повторяем, все коны прави изначального света. И важно, естественно, качеством арконцев это было ткнить эти коны и жить согласно традиции ведрусов. То есть постоянно себя с этой традицией соотносить и все свои поступки и оценивать всё, исходя из неё. Улучшать, совершенствовать эту традицию. То есть их постоянно проживать и сознавать. И также важное качество, которым стоит сказать, это умение прощать. Я уже вам приводила только что цепочку, почему непрощение, обиды отгораживают от рода Всевышнего и не дают человеку возможность жить с богами, идти с богами и деятелями, потому что обиды вызывают гордыню, и человек в этой гордыне не видит истины, он нечист, скажем так, в данный момент эта обида не может блокировать свободное течение света рода, и, соответственно, без задавания этих обид человека от рода отгораживается. Буквально ещё пару минут уделю для тех людей, которые идут духовным путём восхождения, расскажу о признаках духовного роста, которые вы уже, наверное, знаете, может быть, на себе испытывали. Хочу сказать, что для многих может то, что я сейчас скажу, являться большой помощью. Люди, когда в родноверии или в других, скажем так, родноверческих традициях говорить так в «Живой веревете», а когда приходят к богам, то замечают на себе такой, скажем так, нонсенс. Вроде бы человек стремится к лучшему, к духовному, он приходит к родным богам, и тут вдруг начинает его жизнь рушиться. У него сменяется общение, окружение, друзья, работа, и кажется, что он остался ни с чем, что всё изменилось, куда-то потерялось, оно пока не пришло. Но мы же знаем, что с наречением человека в род дачи ему вот этого имени происходит как бы духовное рождение. И нормально, когда это рождение происходит во младенческом возрасте, и человека душа и дух потом гармонично вместе с телом развиваются. Тело растёт, и, соответственно, развивается дух и душа, проходя различные испытания, и в том числе устроенные родителями, ведущими общины через возрастные посвящения. Тогда всё это происходит гармонично. Когда человек нарекается в взрослом возрасте, у него вот этот период детства духа и взросления, пробуждения в духе, он приходится как раз на то время, когда он должен уже творить и деть, исходя из всех, скажем так, остальных аспектов жизни. То есть от него от этого ждут, от него ждут, что он будет семью обеспечивать или работать где-то, или детей рожать, воспитывать и так далее. И человек этого делать физически не может, потому что он сразу после наречения начинает пребывать в таком состоянии, как бы, маленький, маленький младенческий уровень осознанности, он не понимает, что делать. И вот в этот момент человек ищет себе духовные опоры, духовные стержи. он ищет учителей духовных, какие-то книги, что-то, чтобы выстроить своё мировоззрение и на что-то опереться. И пока вот этот вот момент, скажем так, духовного роста у него не произойдёт, достаточно для того, чтобы выйти на пути творения, пока он не дочистит, не дойдёт до определённого уровня чистоты, когда свет рода может проходить через него, безусловно. а в жизни начинается вот на абажур, вот, который я вам говорила, лампочка, да, вот, спираль накаливания, лампа, абажур, на абажур жизни начинает вылезать вот эта вся грязь. И кажется, что всё рушится, всё негармонично, всё не так. На самом деле это идёт очищение. И очищение, вот этот этап, является одним из признаков духовного роста. То есть человек просто как бы изменяет себя и изменяется его внешнее окружение. Уходят какие-то друзья и так далее, человек может это воспринимать достаточно болезненно. Но, тем не менее, тут нужно понимать, что это естественно. И, скажем так, ну, чтобы это качественно и эффективно делать, надо полностью осознавать, что это духовный процесс, что это нужно уделить там несколько лет. И, может быть, если люди начнут это делать осознанно и приходить к Богам осознанно, понимать, что этот период в жизни будет, мы, по крайней мере, перед наречением старались всегда людям донести вот эту веду о том, что сейчас вот вы пройдёте обряд, и дальше, скажем так, свет рода пойдёт через вас, и вы будете претерпевать значительные изменения. Поэтому у нас сейчас к имянаречению идёт годовая подготовка людей. То есть мы поняли, что нужно людей готовить, чтобы они потом пребывали в растерянности, и это традиция, то есть подойти к этому, уже новая традиция, которая рождается, подойти к этому правильно и качественно. И вот зима, как раз, как говорят наши предки, является одним из лучших времён для того, чтобы заниматься духовным ростом. А пока вот это тёмное время, есть возможность себя ладовать, прорабатывать карму в коллективах, да, там что-то ладовать, готовить какие-то, вещи внутри себя, там делать заготовки на творящий период с Ерила, да, с 21 марта до, соответственно, корса 21 сентября. Ну, в общем-то, вот это то, что хотелось сказать об Арконе, напоследок хочется сказать о том, как родные боги видят возрождение Аркона, в чём они видят его. Вот сейчас прошло 850 лет, и боги считают, что вот этот год, 18-й, он, скажем так, ключевой в жизни архонцев, наших предков и тех душ, которые, скажем так, воплощались в те времена и сейчас в своих потомках готовы тоже, скажем так, эту традицию поднимать из забвения. И в этом году для людей очень важно найти себя, понять, что в этом их предназначение, быть частью возрождения славянской традиции, что именно сейчас род Всевышний по своему замыслу хочет как раз именно этого, и многие духовные люди, которые в этом пребывают, они знают об этом, что сейчас идут эти прорывные годы так называемые. Очень важно понять свое предназначение, для этого надо ладовать карму, очищаться, соединяться с родными богами. И вот образ, который мы видим как возрождение Арконы, то, что души, жившие на Арконе в те времена, сейчас воплотившиеся для ее возрождения, начинают просыпаться. То есть ведущие приходят на зов первых пробужденных и начинают стремиться к тому, чтобы раскрыть дар ведания, чтобы наработать большое единство ведущих и объединиться в полу волхов для приема веды. Витязи начинают соответственно тоже возрождать воинские традиции и храмовое арконское воинство Сентолита возрождать. Где-то на земле сейчас есть вот эти славянских землях. Есть эти 300 арконцев, которые мы мечтаем собрать в единое целое для того, чтобы возродить эту древнюю традицию. Поэтому тоже призываем присоединиться тем, кому близка эта тема, кто готов в себя, начав себя, именно в себя духовно прорабатывать для того, чтобы соединиться потом гармонично в какие-то клубы и так далее для служения Родине. А сразу хочу сказать, что путь наш очень трудный, но интересный. То есть те, кто люди, которые шли уже этим путём, несмотря на то, что он трудный, не хотят с него сходить, потому что по-другому жить уже не могут. То есть тот, кто хоть раз спил свет рода, уже больше ни на что не согласен, если он, по крайней мере, является настоящим человеком. Сейчас хочу предложить Алексею поставить песню о Барконе, которую мы приняли от родных богов, о её возрождении, о её предназначении и о её зове по душам, которые этого зова давно ждут. Ну, раз хочешь предложить, то предлагай. Предлагаю. Хорошо. После музыкальной паузы мы перейдём к разделу «Ответы на вопросы и чтение реплик», которые появились у нас на сайте slavradio.org, там дальше есть раздел для чата, и также на канале YouTube, youtube.com slash slavradio. Звучит песня Цветаны «Моя Карконы». После этого мы возвращаемся в студию в живой эфир разбираться с вопросами и ответами. «Моя Карконы» 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 Мы мечтаем в единстве жить счастья на века Пусть по жизни ведет нас рода мудрая рука Свет вселенной саркона струится, нас судьба зовет Человек же стремится, как птица ждет его полет Мы мечтаем в единстве жить счастья на века Пусть по жизни ведет нас рода мудрая рука Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова